Это программа Грани. Люди, мнения, события из первых уст и от первых лиц. Сегодня у нас разговор с главой Углегорского муниципального городского округа Сергеем Васильевичем Дрючуком. Добрый день. Сергей Васильевич, город, конечно, расцвел. Не хочу льстить, но, тем не менее, это видно невооруженным глазом. Сколько времени прошло для того, чтобы из серости город превратился в такой солнечный Угорск? Я в должности всего официально полтора года. До этого я примерно около трех лет исполнял обязанности. В тот момент, когда я пришел, это еще была администрация Углегорского муниципального района. Здесь еще в тот момент было у нас, кроме этого, три администрации, которые для рассвета Углегорского района также несли свой вклад. Губернатор еще Олег Николаевич Кожемяка принял решение и выделил на социально-экономическое развитие района порядка одного миллиарда рублей, которые были потрачены в течение трех лет. То есть тратить мы их закончили в 2019 году. И за эти три года, ну вот в основном-то и произошли эти все значимые, видимые события, которые так и радуют вас. Что с экономикой сейчас? Самая глобальная наша проблема – это, естественно, аварийное жилье. Ну, мы находимся в сейсмоопасном районе, значит, у нас сейсмика 9 баллов. В основном там на 90% все наши дома были подстроены под 7-бальную систему. Они себя уже изжили. И для того, чтобы граждане себя чувствовали комфортно и безопасно, нам нужны просто новые дома, которые принесут и комфорт гражданам, ну и, соответственно, принесут новые благоустроенные территории. Потому что новый дом – это не просто строение, это территория, это детские площадки, это подъездные пути, это новые коммуникации, это новые трубы, ну, условно говоря, по теплу, по водоотведению, по воде. Многие процессы в этом случае будут уже автоматизированы с учетом всех современных требований, с учетом закона об энергосбережении. Поэтому это будут новые, так называемые, умные дома, к которым сейчас в последнее время стремятся строители, ну и задает тон правительства, и как Российской Федерации, так и области. Ну и при этом в настоящее время, значит, у нас аварийного жилья официально признано 53 тысячи. Мы, естественно, работаем над его обследованием. Контракт у нас долгий, значит, он будет продолжаться в течение четырех лет. Мы в итоге обследуем все жилье, которое находится на территории района. И в случае его признания аварийным будем включать его в программу, будем, соответственно, ходатайствовать о выделении средств, ну и строительство новых домов на территории тех населенных пунктов, где они находятся. Мы понимаем, что любой населенный пункт, он создается вокруг какой-то экономики. И когда нету экономики, фактически населенный пункт умирает. И есть запрос, опять-таки, у населения, у сельского на переезд в наши более благоустроенные населенные пункты, у Глегор-Шахтёст. Поэтому, скорее всего, с учетом мнения населения, мы эти дома, значит, новые для переселения из ветхого аварийного будем строить как раз на этих территориях. Я думаю, с небольшим каким-то, возможно, строительством в селах, но я не думаю, что это будет очень большое строительство, буквально-таки для решения точечных проблем. С учетом того, что сейчас в правительстве принята программа и идет развитие перевода угольных котельных на газ, значит, мы, конечно, стоим в этой программе там в самом последнем месте или очереди, да, правильнее сказать. Потому что у нас нету сетевого газа, к нам не приходит труба. И рассматривается вопрос, если этот вопрос будет решен, что мы будем строить на нашей территории какое-то, ну, назовем это газохранилище, куда будет перевезен газ. И оттуда он будет либо транспортироваться по трубопроводному транспорту, либо будут ездить автомобильные газовозы и доставлять этот газ уже непосредственно до котельных. Да, это, конечно, планы. Они сейчас кажутся для многих как бы более там, практически там, ну, не более, фактически фантастическими, да, как бы нереальными. Ну, что называется, я, конечно, не Газпром, но думаю, что мечты сбываются, да. И мы придем в конечном итоге к решению вопроса, тем более, ну, так, для людей, там, для информации. Мы уже сейчас включены в программу адресной институционной, она у нас называется в области, куда включен наш объект, это строительство центральной районной котельной в городе Углегорске. То есть мы планируем сначала проектировать, и я думаю, что на это уйдет не менее двух лет, с учетом, ну, грандиозности самого сооружения, потому что мы хотим оставить одну котельную для города. Сейчас их восемь, чтобы вы понимали, в разных районах находящиеся и там обеспечивающие теплом, значит, она будет вынесена, ну, либо на окраину города, либо вообще за его пределами. Чтобы эта история никогда не влияла на, условно говоря, условия жизни людей. Население, какой демографический слой? Я увидел очень много молодых людей с колясками, мне это очень порадовало. Алексей, мне тоже радует, что мы вот этап, условно говоря, стремительного сокращения населения, я думаю, что, возможно, прошли, потому что, ну, вот, в девятнадцатом году у нас была ситуация, когда у нас, ну, я вынужден говорить об этом, количество умерших и рожденных, оно было, ну, то есть равным, и у нас не было демографического спада. То есть до этого все эти годы, то есть, ну, там, начнем с, там, с девяностых, да, там, наших самых тяжких годов, мы только теряли население. К сожалению, там, в советское время все, наверное, слышали, что нас здесь проживало на территории примерно около 46 тысяч. Сейчас в данный момент нас официально зарегистрированных, по сведению статистики, 17 тысяч 700 человек. Я надеюсь, что мы в ближайшее время не будем регрессировать, да, не будет это количество снижаться. И если, ну, к этому, опять-таки, условия все созданы, то есть есть программа государства, которая предоставляет льготы для многодетных, выделяются деньги на строительство, есть там гектарная программа. Ну, я считаю, что достаточно много механизмов создано в данный момент, которые, ну, то есть, позволяют с надеждой смотреть молодым севьям, ну, и заводить детей, чтобы мне так хотелось. Естественная ситуация, когда, там, на уровне Российской Федерации, на уровне области поддерживаются, прежде всего, те, я так скажу, территории, где есть развитие экономики. В данный момент, ну, у нас на территории, там, Восточно-Горнородная компания реализует свой инвестиционный проект. Это строительство, я отмечу, самого большого конвейера Российской Федерации. Ну, в мире это второе по протяженности будет сооружение, такое линейное, в виде, там, конвейерной линии по доставке угля. Что это позволит? Это позволит, ну, как увеличить, естественно, добычу и отгрузку, но и так снизит, опять-таки, нагрузку на экологию. То есть, я надеюсь, с его вводом у нас уже не будет ходить большегрузные машины, они не будут, ну, при всем при том, что принимаются меры, и сейчас мы добились, у нас практически все машины сверху накрыты, да, то есть, у нас уже меньше, там, просыпание количества угля, но все равно уголь – это сыпучий материал, где-то есть эти результаты, и мы, там, вдоль дороги, там, видим эти, ну, то есть, эту угольную пыль. Конечно, уголь сам по себе является абсорбентом, в принципе, он не взаимодействует в природе ни с чем, да, ну, если он попадает в легкие, есть, конечно, свойства его отложения, он, естественно, будет наносить вред, вред, поэтому, если в конечном итоге будет построен конвейерент, запущен, я думаю, что ситуации таких еще станет меньше, пыли станет этой угольной меньше, про воду, я уже сказал, что реконструируется сам разрез, закуплено оборудование, строятся очистные, в конечном итоге они будут запущены, и, условно, вся вода, там, да, там, которая по водоразделу будет сбрасываться, ну, в какие-то, там, значит, реки, ну, прежде всего нашу углегорку, то есть, людей беспокоит, она в конечном итоге будет доведена до питьевого значения, как это у нас требуют санитарные нормы. Ну, и мало того, мы совместно с правительством приняли решение, значит, и сейчас, в данный момент, ведется проектирование строительства водозабора возле села Краснополе, который находится вообще физически, ну, выше, получается, деятельности разреза, это еще и сделано для того, чтобы исключить любые, значит, возможности, в виде даже каких-то техногенных катастроф, возможных там, да, потому что, ну, никто в этом мире наперед не может рассказать ни про что, возможных катастроф, чтобы их исключить. Возвращаясь к теме конвейера, я слышал скепсис у людей, мол, где вот объявили, сказали, ну, как всегда бывает в нашей стране, а в итоге осуществимый проект? Ну, я не думаю, что вообще бизнес, который, всем известно, считает свои деньги, потратил бы, такой проект, вы понимаете, стоит даже не одну сотню миллионов рублей, да, я примерно, как бы, знаю стоимость этого проекта, что он готов просто ради удовлетворения или там создания, условно говоря, до какого-то мнения в обществе о том, что там ведутся работы, но они не будут реализованы, да, но я, 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 как бы, откровенно в это не верю. Я смотрю, что вы активно используете социальные сети, вот это тоже было очень отрадно, это близость к народу, это потребность или это ваше решение? Я для себя воспринял все вот эти вот коммуникации с одной хорошей пользой для себя, то есть мне теперь не надо создавать какие-то структуры по контролю за работой моих же подчиненных и служб, да, потому что это сейчас фактически взяли эту функцию на себя граждане, и я гораздо быстрее теперь могу отреагировать, поэтому, уважаемые жители, пишите, это мне помогает на самом деле, потому что я не могу зайти там в каждый подъезд, побывать там часто там в каждом селе, ну, я, конечно, езжу, но бывают большие промежутки времени, когда там, ну, в силу разных причин я там бываю, поэтому любая такая обратная связь, особенно если это свидетелизация, в виде там фотографий, либо там какой-то съемки, мне помогает это в решении вопросов более оперативно, ну, и, соответственно, если мы это делаем быстро и удовлетворяем граждан, ну, отсюда и уже и у самой власти другое лицо, более человеческое, назовем так. Спасибо, Сергей Васильевич, до встречи. Это была программа «Грани». Факты, комментарии первых лиц и героев главных событий. Я Алексей Тарханов, желаю вам всего доброго, до встречи.